Всем привет! Сегодня будем закрывать вкусные соленые огурцы. По этому рецепту я закрываю постоянно и он мне очень нравится. Мне нужны огурцы, лавровый лист, хрен, горький перец, чеснок, лист смородины и вишни, тархун, укроп, петрушка, а также смесь перцев, уксус, соль и, конечно же, баночка и крышка. Сначала огурцы я отправляю в чашку и буду заливать их холодной водой, чтобы они так простояли где-то часика, 3-4 и наполнились водичкой. Огурцы стоят у меня уже 3,5 часа. Я нарезаю тархун, петрушку и укроп. Нарезаю все вместе с вот такими палочками. Чеснок придавлю, он у меня крупный и вот так напополам он у меня разделился, но резать его не буду. Горький перчик чуть-чуть вот здесь надрежу немножко и все. И он будет у меня вот такой целенький. Хрен у меня уже порезанный, немножко лаврового листа и листья смородины и вишни. Огурцы простояли у меня ровно 4 часа в воде. И теперь я водичку сливаю и буду укладывать их в баночку. Банка и крышка у меня уже простерилизованы. Ну что, я начинаю закладывать огурцы. На дно баночки я кладу листья смородины, вишни и также зелень петрушки, укропа и тархуна. Хорошо вот так утрамбовываю зелень там. Также можно взять зонтики укропа, но я в литровые банки зонтики укропа не добавляю. Можно обычный укроп. Ну и теперь сюда укладываю огурчики. Добавляю сюда лавровый лист, отправляю сюда хрен, чеснок, как раз это все в дырочки опускается и острый перчик. И добавляю огурцы. Все огурчики заложила. Отправлю сюда оставшуюся зелень. Огурцы заливаю просто одним кипятком и оставляю их до полного остывания. Водичка должна быть чуть-чуть теплой. Водичка у меня уже остыла в огурцах и я ее отправляю в кастрюльку. И заливаю огурцы повторно кипяченой водой. И опять огурцы будут стоять до полного остывания. А вот эту воду, которую я слила, я буду делать с нее рассол, поэтому ее не выливайте. Кастрюлю я поставила на огонь и добавляю сюда сразу неполную ложку сахара и полную ложку с горкой соли. И хорошо это все растворяю. А вот эту водичку, которую я залила второй раз в огурцы, я выливаю. Вода с солью и сахаром закипела и я сюда выливаю уксус. И теперь нужно опять, чтобы она закипела. Все, рассол закипел и я его убираю с плиты. Теперь этим рассолом заливаю огурцы и закрываю крышкой. Огурцы я закрыла. Теперь переворачиваю их вверх дном, хорошо укутываю до полного остывания. Получаются они вкусными, острыми и ароматными. Вот так вкусно и аппетитно выглядят соленые хрустящие огурчики. Не забывайте подписываться на канал, пишите свои комментарии. Всем всего самого доброго и пока-пока!